Жуткая ДТП в Одессе с участием любителя автогонок. Исход трагический, два человека погибли и пятеро пострадали. Как все произошло и что известно о водителе, которого полиция считает виновным в этой аварии? Об этом в нашем материале. Авария произошла накануне в 9 часов вечера практически в центре Одессы на фонтанской дороге. Автомобиль BMW выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, столкнулся со Шкодой и затем вылетел на тротуар, где в этот момент на остановке общественного транспорта находились люди. Очевидцы рассказывают, BMW двигался на большой скорости, порядка 100 км в час. Зеленый свет уже горел несколько секунд, пролетает машина. С противоположной стороны тоже уже выезжала машина на зеленый свет, удары. И это BMW, как потом выяснилось, его откидывает. Оно вот пролетает, сбивает людей на пешеходном переходе. Два человека, которые находились на остановке, погибли. Это 55-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще пять человек получили травмы. В больнице сейчас остаются двое. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Травматический шок третьей и четвертой степени. Множественные повреждения нижних конечностей. Травматическая частичная ампутация правого предплечья. Согласно данным статистики, высокая летальность при таких повреждениях. Сам водитель BMW получил легкие травмы. Прохожие едва не устроили над ним самосуд. Известно, что это 27-летний Олег Семиренко. Он постоянный участник незаконных автогонов, которые устраиваются прямо на городских улицах. В соцсетях дрифтер часто делился вот таким видео с собственным участием. Был ли Семиренко пьян или же находился под действием наркотических веществ? Результаты экспертизы будут готовы в ближайшие дни. Его уже взяли под стражу и объявили о подозрении. Уголовное производство открыто по статье. Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерти нескольких человек. Предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Я думаю, завтра либо послезавтра мы пойдем в суд для избрания дальнейшей меры пресечения. Но мера пресечения самая жесткая будет. Это содержание под стражей на два месяца без права внесения за лоот. В Одесской полиции также сообщили, усилят меры по борьбе с незаконными автогонками. К рейдам против дрифтеров будут привлекать общественников, которые уже вызвались помочь правоохранителям. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.